И снова всем привет! Вы на канале УНБ, а сегодня мы с вами рассмотрим очень интересный материал. Это материал для скрытых полостей, туда, где вы не можете добраться. Это, допустим, пороги, где вы меняли порог, поменяли порог, вам надо все промазать. Да, многие пользовались и неплохое средство пушсала, но мы ищем, мы в поисках и все время ищем новые какие-то материалы. И один из таких материалов мы уже нашли. Лабораторные испытания он уже прошел. Осталось пройти и посмотреть наглядно, как это работает. И сегодня как раз мы это с вами и сделаем. Но для начала бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Корова карабкается на дерево с мешком в руках. Рядом сидит ворона на суку. Просто удивилась от этой картины и спрашивает. Корова, ты чего на дерево-то лезешь? Та такая, яблоки поесть? Та такая, ну это ж елка. Хе, у меня с собой. Прошу обратить внимание, у нас отпечатано на листочке, видно буковки, да? Эта бумага впитала в себя материал. Какой материал? А вот такой, давайте откроем. Данный материал был нанесен вот на такую пластину, на чистую, без риски. И после чего данный материал поместили в солевой туман на 500 часов. Как вы видите, пластина у нас уже заржавела. Давайте посмотрим, что у нас под буквой. Материал очень эластичный, приятный, на ощупь хороший слой. Не засыхает, не перестывает. И давайте посмотрим, что у нас под ним. То есть материал, чтобы вы понимали, это консервант. Это не механическая защита. Хотя, слушайте, я его не могу содрать. Вот, все пошел. Под материалом, вы видите, у нас чистенько. Ну вот я еще не до конца содрал. Такая... Это я уже насажал ржавчину. Ну вот здесь, допустим, да. То есть, как вы видите, 500 часов солевого тумана и хоть бы хны. Материал также, он такой, как... Ну, как пластилин такой, липкий. Грубо говоря, это мовиль, да. Но это не тот мовиль, который вы привыкли видеть в магазине, такой желтый, да. Который со временем у вас рассыхается, трескается, отваливается. А что самое нелепое, да. При нагреве машины, это если у вас обработаны двери или еще там лонжероны, внутренние полостя. При нагреве солнца он просто-напросто стекает. Сегодня мы нагреем этот материал и посмотрим, как он себя ведет. Но не в том дело. Также материал все время является эластичным и используется он с заводами. То есть, в заводских условиях покрывают внутренние полости на таких автомобилях, как Volkswagen и многих других в России, да. То есть, не за границей, сразу говорю. То есть, и именно этот материал мы уже давно тестируем, но еще не вводим в эксплуатацию. И вас я с ним не знакомил, потому что, в принципе, это все пока в процессе разработок. Когда мы ЦИНК выпускали, в процессе работы с ним люди его очень ждали. И во все, то есть, этапы его проверки постоянно писали, где купить, когда. И, ну, в принципе-то, немножко торопили, мешали нам работать. Поэтому с данным материалом мы уже на завершающей стадии. Недавно мы посещали завод и там уже ознакомились со всеми испытаниями, которые для нас делали. И, как вы видите, делали их специально для нас. Это множество пластин. Их еще тут немало. И все эти пластины, да, там есть где-то кадр по заводу я показывал, делались именно для нас. А нет, по заводу, вот, наверное, прошлое видео выходило. И специально для нас готовились. Со всеми опытами мы знакомы были. Ну, а здесь я покажу такие более наглядные, чтобы вы понимали, не лабораторные испытания. Да, а как это можно испытать именно у вас в гараже? Любой гаражник может продуть себе вот таким пистолетом, да, сюда шланг одеть, задуть во все пороги. И он попадет во все интимные места автомобиля. Ну, а про цинк я вам уже показывал. Все те же тесты. Цинк ведет себя очень хорошо. Тесты он уже все прошел. Он уже введен в эксплуатацию. И продается. Купить можно в описании под видео ссылочка. Переходите туда. И не задавайте вопрос, а можно ли в Украину, в ОЛНД, в Урюпинск, везде можно. Любой город какой, придумаете. Внизу под видео ссылочка. В автоспектре заказывайте. Цинк уже в продаже. Также вот этот материал у нас еще в разработке. Названия его нет. И скорее всего это будет убийца ржавчины. Материал на начальном этапе его исследований. То есть, вот есть база, от чего отталкиваемся. И только через полгода, я думаю, в лучшем случае у нас будет какой-то результат, когда это средство превзойдет все ожидания, когда вы возьмете его, попробуете и скажете «ах». Такое непосредственное мне не надо. С цинком уже сказали «ах». С этой штукой тоже будет «ах». Со всеми нашими материалами. Ах, это обязательно. То есть, мы не используем какие-то… Да, и по цинку говорят, а сделайте его в баллончике. Было бы удобно в баллончике. Ребята, если бы это можно было бы сделать, я, конечно, бы сделал. В баллончиках, ввиду того, что это там однокомпонентный материал, распыляется он с помощью газопропана. И так как наш грунт, он исключительно для автомобилей, ну, можно его в быту использовать, но он заточен под автомобиль, и это более тщательная формула. И если загнать ее в баллон, она не будет так работать. А если это будет непосредственно материал, если он не будет работать, нам такой материал не нужен. У нас только то, что работает. Мы не смотрим на цену, мы не смотрим особо на удобство, да, работать. Да, действительно, его нужно на весах разбавлять, да, его нужно два компонента смешать. Это немножко неудобно. Но у нас главное качество, главное хороший материал. Погнали. Недавно было видео, где мы работали с кислотой. То есть на кислоту никак не влияет, на какие-то реагенты внешней среды тоже не влияет материал. И что еще в нем, какая фишка? Да, он не рассыхается, и он не расплавится у вас на солнце. Давайте мы нагреем его феном, дадим хорошую температуру, и посмотрим, как он себя поведет. Ну, как вы видите, мы нагреваем пластину. Материал у нас уже стал блестеть. Чтобы вы понимали, закипает слюна на детали. То есть материал не течет. Я уже не могу в руках держать. Ну, деталь уже тяжело в руках держать. Чтобы вы понимали, вот закипает слюна. Ну, и как вы можете увидеть, вот такая вот красивая обводочка получилась у буквы Н. Ну, и у В тоже. И при нагреве, то есть он плавится, но он не растекается. И при нагреве, как видите, он дальше распространяется и смазывает место около себя. Мы имеем три детальки. Одну зачистили до чистого металла и убрали на ней ржавчину. На второй вообще не убирали ржавчину. И на третьей детали мы убрали ржавчину и обработаем кислотой. После чего все детали мы покроем мобилю и оставим это дело все на улице. Посмотрим, как оно будет себя вести. Еще раз говорю, это испытание просто для вас. Просто понаблюдать за материалом, пока он еще готовится и не вышел. Лабораторные испытания уже все прошли. Все прошли успешно. Все, что мне хотелось. Все, как бы, завод учел, потому что формулу эту мы тоже перерабатывали от основной формулы и сделали немножко там своих фишек. Этим и отличаются материалы НБ от других. Погнали. Одну деталь мы обработаем преобразователем ржавчины. Преобразователь пока еще у нас в разработке. Его еще нету. Не спрашивайте, как он называется. Это не цинкарь. То есть вот одну деталь покроем и подождем какое-то время. Ну а пока суть до дела. Ребята вот здесь готовят детали к покраске. Сегодня будут красить серебром. Школа маляров. Приехал вот у нас человек с Мурманска. Апатиты это дальний уголок нашей России. А также на следующую школу приедет Сахалина еще один. Это еще дальше. Вот. И в принципе-то Фред Йоханссон, собственной операционной, приехал с Америки к нам. С другого континента. И это племянник. Может быть слышали такого мастера тоже, как дядя Олежа занимается. Это Чипфулс. Чипфулс тоже нормальное. Движение у него там двигается нормально. Так вот это его племянник. И в принципе-то с пяти лет он уже, он родился с краскопультом. И в принципе-то вот сейчас тоже помогает мне. И скорее всего он будет со мной работать и будем красить машины. Так что ребята, ОНБ ворота открыты для вас. Приезжайте, кому надо что покрасить. Забубеним только в путь. Субтитры подогнал «Симон» Ну и у нас получается три детали. Одна у нас зачищена и оставлена ржавчина. Рыхлая ржавчина убрана ежиком. Вторая вообще не трогалась ржавчина. Рыхлая. И просто мы здесь пленочку наклеили, чтобы было сравнение. И третья деталь мы обработали кислотой. Сейчас мы эту кислоту обезжирим. Не будем смывать ее содовым раствором. Здесь как бы образовалась защитная пленочка. В принципе, нет. Мы ее вообще сейчас не будем ничем не обезжиривать. То есть как защитную пленку снимать не надо. Давайте посмотрим, что это будет. Ну и в принципе-то вот сам состав. Как вы видите, вот в таком виде ко мне приходят образцы. Подписано образец. И в принципе-то после того, как я тестирую, протестирую, я смотрю, складываю свое мнение о материале. Вношу какие-то свои поправочки. И исходя из моих поправок, мы делаем вот такой вот состав. Делаем материал. Тара может быть абсолютно любой. Как под пистолет вот такая, так и в литровых банках. То есть, ну, для удобства я взял пока вот такую. Ну и давайте обработаем. Сначала мы обработаем деталь с рыхлой ржавчиной. Сейчас еще слой сделаем. И также деталь. Теперь деталь, которую мы обрабатывали кислотой. Ну и вот эту деталь. Очень хорошая проникающая способность. Ну, правда, у меня тут немножко большое давление. Я поднавалил. Ну, в принципе-то видно, да? И вот эту детальку мы сейчас вот так снимем. Чтобы у нас было с чем сравнивать. Все. Ну и данные образцы мы помечаем с датой, когда мы это нанесли. То есть, на все бирочки. И, в принципе, на презентации, чтобы не вспоминать, когда делался образец, у нас вот такие вот бирки. Ну, в принципе-то вот так вот растянулся наш материал. Выглядит все практически нормально. Но, как бы, прошу иметь в виду, что этот материал именно для скрытых полостей. Очень хорошая проникаемость, если где-то у вас сварочный шов там. И чтобы туда он побольше попал, затек. То есть, это именно оно. А на сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!